Привет, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим, как тремя способами создать локальную учетную запись пользователя в операционной системе Windows 10. Итак, давайте начнем с первого способа, это через параметры. Пуск, в левом углу находим кнопочку параметры. Самый простой способ до них добраться. Далее, учетные записи. Далее переходим здесь в пункт семья и другие люди и вот здесь нажимаем на плюсик добавить пользователя для этого компьютера. Теперь обратите внимание, соединение с интернетом у нас есть. Соответственно, Windows предлагает нам создать не локальную учетную запись, а учетную запись Microsoft. Она нам не нужна, потому что на данный момент мы хотим просто локально пользоваться ноутбуком, допустим. Зачем нам сейчас придумывать пароли, соединяться с серверами и все прочее. Соответственно, мы тут в этом окошечке нажимаем, у меня нет данных для входа этого человека. Нам опять предлагают создать учетную запись Microsoft. Мы выбираем пункт добавить пользователя без учетной записи Microsoft. И нам вот наконец-то спустя вот эти вот три шага выдают окошко, которое нам надо. То есть здесь мы вводим параметры для нашей новой учетной записи. Чтобы этого всего избежать, вот этих вот нажать, можно было бы просто отключить интернет. То есть если интернет отключить и нажать добавить пользователя для этого компьютера, то у нас Microsoft уже не может подключиться к серверу и, соответственно, не начинает подсовывать нам свою виртуальную учетную запись. Давайте писать, какой у нас пользователь будет. Компрофи, да? Пароль. Подсказка для пароля, которая не должна содержать сам пароль. Нажимаем далее. Все. Локальная учетная запись под названием Компрофи создана. Если вы хотите сделать этого пользователя администратором, просто нажимаете на вот эту учетную запись и изменить тип. Выбираете администратор. Нажимаете ОК. Все. Это администратор. Вот так вот на стандартного пользователя можно. То есть способ достаточно простой, да? Можете сразу отключить интернет, чтобы у вас вот таких всех лишних движений не было. Так, это мы первым способом создали. Теперь давайте рассмотрим второй способ. Так, для общего развития. Нажимаем сочетание клавиш WinR, чтобы вызвать окошко выполнить. И вводим такую команду, которую я приложу в описании к данному ролику, чтобы вы вручную не вводили, да? И жмем ОК. Здесь сразу высвечиваются пользователи, которые у нас сейчас есть в Windows 10. То есть, вот этого мы только что создали. Этот мой, который я вводил, когда Windows ставил. Давайте третьего сделать. Нажимаем Добавить. Имя пользователя. Ну, можно пароль вводить, кстати, а можно и не вводить. Если оставить поля пустыми, то учетная запись будет без пароля. Давайте такую без пароля создадим. Все. У нас учетная запись ComProfi2 создана. Тоже быстрый способ, да? Давайте попробуем сделать вот эту вот запись администратором. Выбираем ее здесь. Выбираем свойства. выбираем здесь вкладочку. Членство в группах. И ставим администратор. Применить. И ОК. Все. Этот пользователь стал администратором. Давайте теперь проверим, действительно ли у нас появился новый пользователь. Переходим в наши параметры. Выбираем здесь семья и другие люди. Вот он наш пользователь ComProfi2, который сейчас администратор. Тут точно так же меняем его на стандартного, либо же на администратора. Не важно. В общем, способы эти два, они в принципе одинаковые и выполняют то же самое действие. Давайте теперь третий способ рассмотрим. Вот. Так, это закрываем. Опять вызываем окошко выполнить WinR. И вводим команду уже вот такую, которую я тоже приложу в описании к данному ролику. Жмем ОК. Выбираем здесь вкладочку, папочку Пользователь. Вот они, наши пользователи. Вот я. Вот этого мы создали. И вот этого мы создали. Давайте теперь попробуем создать еще одного. Правой кнопочкой мыши кликаем и выбираем новый пользователь. Пользователь у нас будет ComProfi3. Здесь пароль. И нажимаем кнопочку Создать. Так, почему не получилось. Так. Ага. У нас получилось просто тут не высветилось. Все в порядке. Вот он, наш новый пользователь. Чтобы поменять ему права, то есть сделать из обычного пользователя-администратора, точно так же можно в Свойства зайти и перейти во вкладку Членство в группах. Здесь он находится в группах пользователей. Мы можем добавить ему еще одну группу. И здесь написать, прямо так и написать администратор. И нажать ОК. То есть он теперь в группах пользователей и группах администратора. Давайте пользователи удалим. Все. Выбрали, удалили. ОК. Теперь у нас вот этот вот ComProfi3 тоже админом стал. Давайте проверим. Через наши параметры все ли так. Пуск. Параметры. Вот он, ComProfi3, который у нас сейчас администратор. Как мы, в принципе, его и делали. Все. Это три основных способа. Есть еще способ через командную строку. Я думаю, вы им пользоваться точно не будете. Поэтому время ни ваше, ни свое я тратить не буду. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях под данным видео. Либо в комментариях на сайте. Переходите, читайте статью про локальные учетные записи пользователей. А также подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Пока.